Я присылал свои переписки для того, чтобы я их разобрала. Я здесь не вижу чата, к сожалению. Давайте мы ваши переписки разберем все-таки. Вы можете их еще добавлять в мой канал про бизнес с трус. Я сейчас веду эфир, вы можете перейти посмотреть. Я ваши переписки по продажам разберу в субботу или воскресенье. Я еще буду анонсировать в зависимости от того, какая будет погода, где будут люди и так далее. Мы еще встретимся, я все разберу. Поэтому вы можете добавлять скрины, задавать вопросы и так далее. Я параллельно веду эфир в Инстаграме и во Вконтакте у себя для того, чтобы было больше людей. Давайте договоримся. Договоримся и после того мы сегодня с вами проработаем тему продаж. Я дам основы. На этом эфире мы с вами будем разбирать фундамент продаж. То есть из чего состоят продажи, что зачем в продажах должно следовать. И мы будем разбирать не продажи в масштабном таком большом понимании, в смысле как продать. Вот у меня есть товар и что мне сделать вообще в принципе, чтобы продать товар или услугу. А мы с вами будем разбирать только этап после поступления заявки. То есть к вам уже пришли и у вас уже что-то спрашивают. Не знаю, что это будет. Сколько стоит, как взять, как получить. Где это еще можно посмотреть. Любой вопрос будет считаться уже. То есть мы будем разбирать после того, как начинается, как уже поступила заявка. Если, я думаю, что на этом марафоне и вообще, да, если кого-то интересует, как собрать заявки, как эти заявки получить, то можно перейти ко мне в Инстаграм, ко мне в Ютуб, ко мне в Телеграм и мы там будем разбирать. Итак, давайте начнем. Почему я не могу разобрать ваши переписки сейчас, потому что не вижу чата, а здесь надо было бы позадавать вопросы. Поэтому и ВКонтакт, и Инстаграм вы можете добавлять ваши переписки, скрины и аудиозаписи, если таковая есть, ко мне на Телеграм, в пост вы увидите. Поехали. Про продажи. Про продажи. В чем основная сложность на сегодняшний день? Я заметила, я заметила, я заметила, исходя из того, что вы мне прислали. В первую очередь у вас никто не работает вот с этим, да, с контактом. Ни у кого нет контакта. Все пропускают этап установления контакта. Самое сложное, по-моему, как определить, зачем он пришел. Лариса, спасибо, супер вопрос. И, кстати, там было, был вот только что я сказала, что не нужно спрашивать, а зачем ты пришел, потому что особенно если речь идет про инфобизнес, да, и человек пришел, там была такая ситуация, что человек пришел, посмотрел один вебинар, да, с ним связались, а ну что-то там пошло не так, передумал, отказался, не знаю, там упал малыш, и человек выпал из диалога. И к нему зашли в следующий раз аж через две недели. И там было замечание, почему это произошло аж через две недели. И девушка, которая прислала эти переписки, она сказала, ну, дело в том, что она сначала пришла на один вебинар, посидела, посмотрела, и в следующий раз через две недели пришла на другой вебинар. Вот я к ней и зашла уточнить. Да, ну и там неправильный был заход. И в чате порекомендовали, так нужно узнать, а зачем ты приходила на этот вебинар. Дорогие мои, никогда не узнавайте, зачем ты приходил на вебинар, зачем ты ходил по моему сайту, зачем ты оформлял заявку на сайте, например, и не оплатил, зачем ты ставил лайк, зачем ты присутствовал на прямом эфире. Это в первую очередь неэтично, и это тут же отталкивает вашего потенциального клиента. Что нужно делать? В первую очередь для того, но знать, что человеку нужно, нам необходимо, жизненно необходимо для того, чтобы мы могли каким-то образом правильно презентовать тот продукт, который мы продаем. Многим кажется, что если человек пришел, оставил где-то заявку, где-то поприсутствовал на прямом эфире или на вебинаре, то может показаться, ну, он значит, значит, ему это надо. Но очень часто люди приходят и присутствуют и оставляют свои условные вот эти цифровые следы не потому, что им надо, а потому, что им, возможно, показалось, что надо. И очень часто человек пока еще просто любопытствует, он ничего не хочет купить. И если вы к нему приходите сразу же с вопросом, вы что-то хотели, да, вспоминайте, как это в магазине у вас, например, происходит, да, к вам подходят и говорят, вы что-то хотели, а вы еще пока ничего не хотите. Вы еще пока смотрите, а вообще хотите ли вы что-то здесь, хотите ли вы что-то сегодня. Может быть, вы ничего не хотите, вы хотите сегодня гулять. И очень часто, когда вы гуляете, вы что-то насматриваете, и в следующий раз вы вполне себе можете прийти, да. Поэтому в первую очередь, да, нам нужно знать, но без установленного контакта, то есть если мы не задружились с клиентом, условно говоря, да, естественно, нам никто не скажет. Поэтому в первую очередь мы должны вежливо с человеком поздороваться. И если речь идет про онлайн, представиться человеку в офлайне, тоже часто представляются, да, там, здравствуйте, я консультант, там, Юлия Николаевна. И так принято говорить, насколько это рабочая или нерабочая, скажем так, речевка, нужно выяснять уже непосредственно в каждом бизнесе отдельно. Но в первую очередь мы представляемся и просим нам сказать, как тебя зовут, если речь идет о переписке. Если речь идет о переписке или о телефонном звонке, нам нужно узнать, как его зовут. В офлайне там не всегда это удобно и не всегда корректно, и не всегда люди готовы называть свое имя. Так вот, в первую очередь нужно получить возможность обращаться к человеку по имени. Не дать возможность обращаться к себе по имени, а получить возможность обращаться по имени. Почему, да, все мы знаем, что наше имя это самое, скажем так, приятное, что мы слышим обычно. Своё имя слышать всегда приятно, да, когда к тебе обращаются по имени. Следующим этапом мы можем только сейчас выяснить, что тебе надо, да, что ты хочешь, что ты ищешь в контексте того продукта, который мы продаем. Но не словами, почему ты ходишь на мой вебинар, почему ты оставил заявку, почему ты записался, почему ты зарегистрировался, почему ты скачал какие-то там условные документы, да, бесплатные или платные. Ни в коем случае. А мы спрашиваем, какую проблему вы решаете, да, какую проблему, какую задачу вы сейчас хотите решить. Раз вы здесь были, значит, вы что-то, возможно, хотели. Почему очень важно вот это установление контакта на первом этапе? Потому что, что ещё важно, да, добавить вот это невербальное дополнение, человек должен слышать, что вы к нему пришли не для того, чтобы впарить. Мы сейчас обсуждаем ситуацию, когда к вам поступила заявка, и вы её получили, обрабатываете, да, либо лид, либо заявка к вам поступила, и вы её обрабатываете. Это не холодные звонки, это не холодные обзвоны. Холодные обзвоны мы будем разбирать в субботу, либо в воскресенье, уже непосредственно практику. Почему это важно? Вы должны добавить вот эту тональность, я не хочу тебе ничего впарить, мне интересно, да, раз мы здесь были, давай с тобой познакомимся. Не надо ничего покупать. Моя задача узнать, возможно, мы тебе будем полезны, а возможно, нет, да, и мы с тобой мирно разойдёмся. Так вот, только на следующем этапе мы можем узнавать, да, а что тебе надо, а какую проблему или какую задачу ты хочешь сейчас решить, тебе важно сейчас решить. Это следующий этап после установления контакта. После того, как мы выясняем, после того, кстати, вот здесь, если есть вопросы, пишите. Вот здесь у многих начинаются очень классные такие, очень-очень стандартные, типовые, типичные ошибки. Даже периодически у моих менеджеров в отделе продаж я вижу эту ошибку. Это такая ошибка, когда ты как человек, которому нужно продать, мы же общаемся не просто так, нам надо продать, но мы должны и настраиваться лично, что мы не пытаемся впарить всем, а нам нужно найти, научиться найти тех, кому нужен наш продукт, кто хочет купить и кто готов заплатить те деньги, за которые мы хотим продать то, что нам надо продать. Вот это очень важно. Здесь можно даже эти вещи записать. Мы не пытаемся всем впарить, поэтому мы и не парим всем. Мы ищем тех, кому мы можем продать, кому нужно продать. И только следующим этапом мы можем заходить уже, скажем так, к менее холодным. Установили контакт, выяснили, и вот какая ошибка. Ошибка это задавать вопросы ради вопросов. Просто хоть что-нибудь спрашивать, потому что следующий этап после того, как мы узнали, какую проблему человек хочет решить или задачу, что он раньше пробовал, между чем он выбирает, какая цена для него подходит, или его не интересуют деньги, какие дополнительные характеристики и параметры в продукте ему важны, нужны, да, что по срокам, что по объемам, оп, не оп и так далее. Когда мы узнаем, следующим этапом наступает уже презентация. То есть мы говорим, вот что у нас для тебя есть. Тебе идеально подойдет. Опять же, тут будет зависеть от конкретного вашего продукта. И я здесь вижу, у нас есть копирайтер на Телеграме. Вот копирайтеру может показаться, что... Вы все-таки новенькие, да? Копирайтеру может показаться, что, ну, у меня вот этого не надо, да? Но если не спрашивать, услуги очень часто ошибаются, им кажется, что, ну, услуги не продаются как товар, а услуги на самом деле продаются так же, как товар. Если вы не будете выяснять, что ты ищешь, для чего, какие цели, сколько раз, какие объемы, пробовал ли ты что-то раньше, да, почему тебе не понравилось, или что тебе пора, а что ты другого хочешь изменить, а как ты себе это представляешь, а что будет идеальным результатом нашего с тобой сотрудничества, или что будет идеальным, каким должен быть результат идеальным, когда мы закончим с тобой, когда ты получишь в полном объеме эту услугу. Вот если это не выяснить, то и рассказать о своем продукте вы не сможете так, как надо, для того, чтобы человек захотел это купить. Вот здесь ключевое, да, ключевое. И когда вы присылали свои переписки, там тоже было много ошибок в рекомендациях уже, когда говорили, расскажи о ценности, расскажи о ценности, расскажи о товаре, расскажи о своей услуге. Почему ты не рассказываешь, да, ты просто говоришь, что это какая-то, я не знаю, там, окрашивание, но человеку не важно окрашивание, а человеку важны еще какие-то дополнительные ценности. Так вот, это огромная-огромная ошибка рассказывать о своем, о том, что ты умеешь делать, или что тебе нужно продать со своей позиции, что я это делаю хорошо, я это делаю лучше. Я, 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 у нас наш товар, мой продукт, моя услуга, мой салон красоты, мое СТО, моя кондитерская и так далее. Если вы начинаете говорить о своем продукте, клиент закрывается, клиенту, ни одному человеку неинтересно слышать, ни об одной услуге, ни об одном товаре, и уж тем более о вас, простите. Любому клиенту, любому человеку, который ищет что-то хочет, он не купить что-то хочет, он хочет каким-то образом решить свои проблемы или решить свои задачи. Есть мотивация от, когда человек ищет решение проблем, есть мотивация к, когда человек ищет решение какой-то своей задачи. Ну, потому что, и вот здесь мы выясняем, что не все продается через боль, да, не все продается через боль, потому что, когда через боль там продавать условно похудение, можно говоря, что, ну, ты будешь плохо выглядеть, ты будешь плохо себя чувствовать, ты будешь болеть, то есть ты избегаем, мы избегаем, мы убегаем от этого, ты не влезаешь, ты себе не нравишься. Но точно так же похудение можно же продавать через мотивацию к, то есть ты будешь себя хорошо чувствовать, ты будешь себя нравиться, ты будешь влезать в свои классные шмотки и так далее. Так вот, не все продается через боль. Очень много продуктов, особенно в онлайне, продается через мотивацию к, то есть стремление к чему-то, что-то получить, что-то улучшить, что-то усовершенствовать, от чего-то кайфануть, а не только чего-то избежать. Вот, и для чего нам нужно выяснять потребность конкретного человека, почему нам не надо рассказывать все, что мы знаем классного о нашем продукте, о нашем товаре, потому что, когда вы рассказываете все, что вы знаете, и все, что у вас есть, все, что у вас накопилось, вы можете сказать очень много того, что человеку не кажется важным. И вот здесь очень часто на этапе презентации отваливаются клиенты, потому что надо было рассказать про два пункта, да, из тех преимуществ, которыми там обладает ваш продукт, а вы рассказали о сорока двух. И ваш клиент говорит, мне надо только два, он сам себе говорит, чаще всего он даже не произнесет, он говорит себе, мне надо только два, а там целых сорок два, возможно, за эти сорок, ну возьмут же денег, да, никто что-то бесплатно не продает, а я не хочу переплачивать, поэтому я лучше откажусь, мне сорок два не надо, я пойду и поищу, где есть два. А возможно, ваш продукт, он не, ну не знаю, условно, вы будете рассказывать, что у вас салон красоты, предположим, что у вас и мастера там высокого уровня, и у вас, не знаю, там шампуни самые модные, и у вас краска самая там безымячная, и песни поют, и фен дует, и у вас много-много всего. А человек говорит, а мне постричь кончики и закрасить корни, а вот это все, это все добавленные ценности, которые стоят денег, и я не хочу мне постричь кончики и прокрасить корни. И все, что вы рассказывали о своем, о своей услуге, потому что вы понимаете, ну это классно, у меня очень классно, и у меня цены нормальные, у меня цены такие, как, я не знаю, как в подвалах, да, то есть я держу приятные цены, но клиент уйдет, потому что он скажет, наверное, это за слишком, мне просто кончики и корни, мне все вот это не надо, я без кофе обойдусь, я без музыки, и петь песни птицам не обязательно рядом, да, вот, поэтому если бы в этом же случае было рассказано, что да, мы очень классно постригаем концы и прокрашиваем корни, и все, и все, больше ничего, потому что мы выяснили, что человеку все остальное не важно, для него все остальное второстепенно, и вы получаете этого клиента, так вот, выяснить, что ему, нужны ли ему пение птиц, вкусный кофе, просека и, возможно, там, порно на фоне, да, если вы не выясните, вы будете презентовать все, что у вас есть, очень часто нам хочется рассказать, особенно если это ваш продукт, если вы его создали, если вы его закупали, если вы его любите, а если вы и есть составляющая продукта, вы консультируете, я не знаю, вы копираетете, хочется рассказать просто все, ну, потому что ты от этого кайфуешь, и вот почему хуже всего продают те, кто не профессионально продают, а кто кайфует от своего продукта, потому что об этом хочется говорить всем, поставьте плюс, не знаю, как это может сделать телеграмма, поставьте плюс те, у кого родственники, друзья говорят, ой, хватит просто, и ты такой хочешь, блин, еще с кем-то поговорить, а уже все говорят, ну, пожалуйста, прекращай, да, давай как-то в следующий раз, давай вот не в этих кругах, у многих людей, влюбленных в свою работу, влюбленных в свое дело, именно в этом проблема, об этом хочется говорить, и как только появляются свободные уши, кажется, что эти уши достойны послушать дополнительный рассказ, да, ой, здесь так много комментариев было, а как, простите меня, пожалуйста, инстаграмчик мой любимый, простите, вы меня тут комментили, давайте вы спускайте свои комменты вниз, я их зачитаю, ладно? Да, инстаграм согласен, что да, таких ситуаций очень много, действительно, это огромная проблема, не надо рассказывать все, что у вас есть, надо рассказывать исключительно то, что надо вашему потенциальному клиенту для того, чтобы принять решение, только для того, чтобы принять решение, поймите, когда вы ведете продажу, а именно диалог со своим клиентом, это не ваше поле, это поле вашего клиента, он должен взять ровно то, что ему надо, не все, что у вас есть, не все, что вам хочется рассказать, а ровно то, что ему надо, будете добавлять больше, отвалится клиент, в этом очень много ошибок, и в этом большое нарушение, самое сложное, по-моему, как определить, зачем он пришел, это тот же вопрос, да, так вот, мы не определяем, мы не гадаем, мы не пытаемся угадывать, как же может быть неинтересна юридическая тема, пишет Ольга Авдеева, удивительно вообще, как такое может быть, но представьте себе, не всем интересна юридическая тема, и люди приходят, да, просто, чтобы, я не знаю, там отжать свою долю у кого-то, или чтобы просто составить хорошую толковую аферту, и все остальное им неинтересно, да, поэтому вот, ну, в этом проблема, на самом деле, да, ВКонтакт, да, смешно, поехали дальше, после презентации, да, после того, как мы рассказываем только то, что нужно нашему клиенту, не заходим в соседние территории, мы даем из нашего продукта, из всех прелестей, которые мы знаем, только то, что нужно нашему клиенту, то есть мы сказали, вот, смотри, тут еще важно презентацию, или демонстрацию продукта провести таким образом, чтобы у вашего потенциального клиента была возможность выбрать у вас, вспоминайте тоже свои ситуации, когда вы условно куда-то приходили, о чем-то узнавали, о чем-то слушали, и вы забирали информацию, так говорили, сами себе, не вслух, мы же не все произносим продавцу, правильно, мы не все, он же нам посторонний человек, да, и он, наверное, скорее всего, он должен быть заинтересованным в том, чтобы нам что-то продать, поэтому чем больше мы ему информации сольем, тем больше шансов у него продать, да, поэтому на его нафиг, вот, именно поэтому бомбить вопросами нельзя столько, сколько нужно, чтобы собрать информацию для того, чтобы знать, как презентовать, да, так вот, здесь какая ситуация, мы взяли информацию, и так, наверное, мне надо подумать, мы сами себе сказали, а что мы сказали человеку, который нам рассказывал про продукт, что обычно вы говорите, пишите, что обычно, идеально, если вы скажете, вот, ну, мне надо подумать, я еще пойду посмотрю, да, и вот, а, я еще пойду посмотрю, это возражение, я еще похожу посмотрю, мне еще надо взять что-то посравнивать, да, я хочу не, я не хочу ошибиться, и так далее, так вот, это возражение, вот это единственное возражение, самое сильное возражение, которое очень сложно отработать, если вы его не отработали превентивно, то есть его, вот это возражение, это единственное возражение, которое нельзя допустить, поэтому вы должны проводить презентацию таким образом, рассказывать о своем продукте так, чтобы у него было из чего выбрать у вас потому что потребность особенно людей на постсоветском пространстве мы жили в долго очень в дефиците или не мы а наши родители но мы знаем что такое дефицит и людям кажется что есть более интересное более выгодное предложение так вот они должны иметь возможность и у вас увидеть разного уровня предложения тогда он будет выбирать у вас если у вас есть только одно только корни и кончики и больше и нет ничего только одно только корни и кончики и вы больше мне под от moi под мой запрос предложить ничего не можете я пойду поищу а где еще можно сделать корни и кончики дешевле быстрее ближе не знаю там и все-таки спением птиц поэтому важно презентовать так чтобы человеку было чтобы человек мог реализовать вот эту свою потребность поделать выбор. Следующий этап у нас уже возражение, которое произносят, либо не произносят наши потенциальные покупатели. И в сделках, которые вы отправляли, я их в субботу разберу прям подробно, буду говорить, здесь вот здесь ошибка, здесь вот здесь, здесь попробуйте. Таким образом зайти, я это поразбираю, помогу закрыть эти сделки, поэтому скидывайте свои сделки, если у вас есть что-то, что слилось, что закрылось, или какие-то возмутительные продажи, скидывайте, будем с этим работать. Так вот, возражение это единственный этап, который нужно избегать. И люди, я вижу молчание, когда человек замолкает, это такое же возражение, когда человек просто замолкает, у него что-то, что-то, какое-то возражение возникло, и он еще нужным вам его проговаривать. Почему? В первую очередь, у вас нет контакта, чаще всего, да, у вас нет контакта. Во вторую очередь, вы презентовали не то, не так, да, возможно, вообще человеку не идет, либо ему человек, либо человек уйдет, но там было либо ничего, либо вы просто кинули ссылку вот на сайте, смотрите, можете купить на сайте, прекрасная презентация, да, или я вам сейчас скину пдф, а вы почитайте. И если что пишите, звоните. Вот это вот, если что пишите, звоните, это самое отстойное днище. Если что пишите, звоните, или когда почитаете, наберите, я с вами, или звоните, когда вам что-то надо. Мы с удовольствием вас проконсультируем, не надо вот про это удовольствие. Это все неинтересно вообще, никому неинтересно, есть ли у вас удовольствие в этот момент. Как бы у вас не те отношения, чтобы кто-то заботился о вашем удовольствии. Так вот, когда человек замолкает, это возражение, и вы виноваты в том, что это возражение было допущено, и самое важное, что это возражение человек не проговорил. Поэтому, когда человек говорит, «Ой, вы знаете, мне кажется, что это дорого, мне кажется, что не сейчас, давайте в следующей жизни сейчас вон что в мире происходит, или давайте я пойду там подумаю, все это возражение, мне надо посоветоваться с мужем, я подожду, пока луна зайдет в фазу козла». Это все возражение, это все возражение произнесенное, поэтому мы говорим, слава Богу, что он не замолчал, потому что, когда человек молчит, там отрабатывать нечего. Там надо применять уже другие техники, чтобы его вернуть в диалог, чтобы его вернуть в коммуникацию. Человек выпал, и мы его должны вернуть. Так вот, если вам написали, проговорили хоть что-то, почему нет, или почему не сейчас, вам нужно отрабатывать это возражение. Согласие, присоединение, возвращение к тем ценностям, к тем потребностям, о которых мы говорили, да, возвращаемся опять в продукт и говорим, то есть там в зависимости от того, то есть разные речевки применяются на этом этапе, сейчас мы не разберем, потому что этих речевок я не могу зайти с компа, я не вижу эти сообщения, поэтому буду готовиться к следующему эфиру. Приходите обязательно на эфир, где мы будем делать разборы, я поставлю демонстрацию экрана, чтобы вы могли посмотреть вот эти все переписки, потому что на слух они воспринимаются сложно. Следующее, когда вы отработали возражение, кстати, вот эту этапность, которую я проговариваю, она не может меняться, нельзя, вот я тоже видела там в переписке, человек говорит, здравствуйте, а сколько стоит там что-то, не помню что, сколько стоит вот это вот что-то, и человек говорит, наша вот эта прекрасная штука, стоит столько-то, получить ее можно там-то, доставка без доставки, курьером, не курьером, 25-го числа в вашем городе может быть все, все, презентация, запрос, и сразу мы пропустили все важные, все важные этапы, важнейшие этапы, и мы сразу презентуем. Мы презентуем уже неправильно, потому что нет контакта, и мы не знаем, что ему надо. Никогда нельзя презентовать товар на первом этапе, вы должны провести клиента из этапа в этап, тогда у вас уже есть информация, вам есть куда вернуться, вы знаете, что ему надо, и на отработке возражений, потому что если мы сразу делаем презентацию, у человека возникает возражение, он его произносит или не произносит, а у нас нет информации, мы не можем сказать, ну вот давайте вернемся, да судя по тому, что вы мне сказали, вот это и вот это можно решить так, а можно так, а можно не решать, да? У вас нет никакой информации, поэтому поэтапно мы идем. Отрабатываем возражения, если мы отработали идеально, когда возражение не наступило, значит вы правильно провели своего клиента. Если возражение наступило, мы его отрабатываем, будем в субботу или в воскресенье учиться отрабатывать это возражение. И следующий этап самый скользкий, самый подлый, на котором отваливается клиент. Чаще всего самый большой процент отвала не на возражениях, не на презентации, а на платеже. Вы уже договорились, вы говорите, это стоит столько, все, класс, мы все порешали, отправляйте, и мы вам все вышлем, доставим, привезем, установим, и человек растворяется, да, ставьте плюс, у кого так бывает, ставьте сейчас плюс, у кого отваливаются клиенты после того, как вы уже обо всем договорились, ставьте плюс, у кого так бывает, и идеально, если вы напишите, что за продукт. Здесь пока отвечу на вопрос. Юль, какой сейчас продукт в онлайн-школах хорошо продается? Знаете, нет такого, что сейчас в школах продается что-то хорошо, а что-то сейчас продается плохо. Вы знаете, что продается всегда, продается хорошо то, что хорошо продают, продается всегда то, вернее, не так, хорошо продается то, что хорошо продают, особенно, когда речь идет об онлайн-образовании или об онлайн-курсах каких-то, неважно каких. Потому что курсы – это не хлебушек, за которым люди такие идут, блин, ну мы же без хлеба, ну ладно, не хлебушек, что там, без чего мы не проживем? Без воды. Это не вода, без которой себя говорят, ну мы не проживем, надо брать, да ну а куда деваться, сколько бы не стоило, будем покупать, там, или электричество, или, я не знаю, там, газ, да, у кого есть. То есть образование, онлайн-образование, обучение, любые курсы – это продукт, на который человек идет, скажем так, в том случае, если его правильно продают, если его продают неправильно, неважно, что это, оно покупаться не будет. Мне часто задают вопрос, вчера этот вопрос был в Инстаграме, во Вконтакте этот вопрос задают, что сейчас будет востребовано, что сейчас будет хорошо продаваться, какая ниша сейчас будет стрелять, в какой нише сейчас проснется спрос, так вот, нет ниши, в которой проснется спрос, и ты такой будешь сидеть, ничего не уметь, ничего не знать, ни в чем не разбираться, а у тебя будут просто очередь стоять и все разгребать. Нет, дорогие мои, такого нет и не будет, в десятых годах, вот в этих жирных, сытых годах, да, действительно, можно было просто показать, у меня есть, и люди разметали, все, времена вот эти закончились, новые вот те продажи, которые использовались тогда, больше не работают, сейчас люди покупают только то, что им кажется, им нужно, и вот это вот, им нужно, им необходимо, только благодаря этому изменится, улучшится, там что-то в моей жизни важное, да, только это, только у этого человека, только в этом месте, только эта марка, только в этой стране, только в этом городе, а вот это его понимание, это вы при помощи маркетинга, при помощи коммуникации, при помощи репутации, работы с лояльностью, реальностью и непосредственно в диалоге со своим клиентом, это формируете вы, нет ничего, что начнет стрелять и начнет прекрасно работать без вашего участия, поэтому те, кто говорит, что сейчас люди не будут тратить деньги на какие-то там развивающие курсы, будут, если будут правильно продавать, люди будут, потому что это, не потому что там будут впаривать, а потому что там будут правильно работать с потребностью, с выявлением и с презентацией. Так, ответила, да, в онлайн-школах кроссовки говорят, что вот так люди договариваются, да, много кто написал, кто написал, что я милашка, а, какой-то молодой человек, прикольно. Люди, вы договариваетесь с ними, вы уже ждете деньги, и человек такой ушел, вы такие, все, наконец-то, да, сегодня день прошел не зря, и человек исчез, да, человек исчез, выучите правильно продавать, да, у меня первая школа онлайне, официальная, официальная школа по продажам в онлайне, лицензированная, это не, ну, то есть можете зайти, почитать Московская Академия Экономики и Развития, это учебное заведение, у нас локация в Москва-Сити, можете ознакомиться, отзывы, почитать все, что угодно. Поехали дальше. Так вот, если у вас отваливаются люди, да, на этапе договоренности, когда вы уже ждали деньги, то вот здесь самое сложное, если вы не провели человека, если у вас нет контакта, если вы, если вы не знаете, что ему там надо было, с чем он к вам приходил, если вы, ну, я не знаю, там, отработали возражение, бывает такое, что ты ничего, и такое, хоба, на, возражение отработано, человек такой, не знаю, там, чуть не доспал, и такой, да, да, хорошо, я пойду куплю, а иногда люди говорят, да, да, хорошо, я сейчас переведу деньги, просто чтобы, ну, вы отстали, просто потому что ему неудобно, мы же все хорошо воспитанные девочки и мальчики, да, и нам неудобно сказать, ой, слушай, отвали, да, или, ну, мне кажется, мне это не надо, и человек говорит, да, я сегодня перечислю, и исчезает, и вот какое, что дальше происходит с вами, когда это ваша сделка, когда вы ждали эти деньги, что дальше происходит, кажется, надо было бы у него спросить, да, да, не да, да, что мне ждать, не ждать, держать эти кроссовки, или не держать, да, и ты такой сидишь, ну, а как мне к нему зайти? И есть люди, которые такие говорят, да, нормально, сейчас пойду, спрошу, заходят в личку, говорят, ну, что там, где деньги, вы что там, забыли, там, умерли, да, что с вами происходит, что вы там, Новый год до сих пор отмечаете, да, или 9 мая? Кто-то идет и чувствует себя очень часто некомфортно, а кто-то продолжает сидеть и думать, сказать, не сказать, как сказать, да, с чем зайти? Так вот, если вы допустили ошибки в самом начале, у вас там все было неправильно, вы зайти не можете, потому что вы не задружились, вы ничего про человека не узнали, и самое страшное, самое важное, что нужно делать всегда, договариваться о следующем контакте, То есть, если человек сказал, хорошо, я там оплачу, я сейчас пойду сниму деньги, я сейчас, не знаю, там, получу наследство, да, вы не говорите, хорошо, и скиньте мне чек, или хорошо, и напишите мне, а ваша задача, вот в этом моменте не отпустить человека, а сказать, хорошо, и я напишу вам, или и я позвоню вам такого-то числа ориентировочно в такое время Если вы это произнесете или напишите, у вас будет повод зайти еще раз, потому что вы об этом договорились Очень часто клиент, что говорит на это, когда вы говорите, хорошо, мы вам напишем, позвоним, отправим голубей, он что, говорит, не-не-не, не надо, я сам, да, он соскакивает, он говорит, ну, не надо, потому что это меня уже обязывает с тобой общаться А я с тобой общаться не хочу, никто не хочет с нами общаться, тоже надо это принять, у всех общения дофига, да И мы говорим, не надо, не утруждайте, это моя работа, и я это сделаю сам И тогда у вас есть повод зайти и сказать, может быть, вы забыли, может быть, какие-то сложности появились Когда вы молчите, когда вы не заходите к человеку, когда вы сидите и думаете, ах он меня обманул, козел такой, да, или сучка Когда вы думаете, что, наверное, он где-то нашел дешевле, или, ой, вообще, мне так стыдно, мне неудобно, особенно, если вы стесняетесь продавать В это время, знаете, какие ситуации очень часто бывают, человек просто забыл, у него что-то не случилось, а просто что-то закрутилось У него роман новый, и он кайфует своей новой любви, он вообще забыл, что он там кроссовки какие-то хотел купить, да Или он увлекся какой-то новостной повесткой, и все, и он растворился в этом, просто растворился Или он потерял ваш контакт, у него слетел ватсап, и у него слетели все диалоги Или у него ребенок что-то делал-делал и уничтожил вообще историю всей его жизни в его телефоне, понимаете Не надо, никогда не надо принимать решение и делать выводы за своего клиента Вот если клиент сказал, я не буду это покупать, я передумал, и это можно еще отработать, да И сделать заход в следующий раз, если вы правильно поработаете Мне муж запретил, и это тоже можно отработать, и не сейчас закрыть сделку, она-то хочет, да А в следующий раз, когда будет более подходящее время для него, для вас-то вы уже получили эту заявку Этого клиента, этот контакт, да, и ваша задача закрепить, закрепиться, подружиться Не хлопнуть дверь и сказать, ах ты такой, я на тебя потратила, тут все свои лучшие годы, да И ты вот такой вот взял и ушел Нет, мы закрепляем человека за собой Но важнее вывести все-таки его на сделку И опять же, заходите к клиенту, ну что вы там, ну что, когда будут деньги, а вы перечислили, а вы перевели, а сколько, а чек скинете И самое страшное, когда, ну что, долго я еще буду ждать, да, и очень много разных интересных вещей бывает Вот, поэтому закрытие сделки это самый сложный этап получения денег, это самый сложный, скользкий этап в продажах И его, к нему нужно быть готовиться, то есть когда вы договорились, и человек ушел платить, сделки еще нет Сделка считается закрытой когда, как вы думаете Сделка считается закрытой когда, как вы думаете Не буду ждать, скорее всего вы напишете, когда поступили деньги на счет, да Нет, сделка считается закрытой тогда, когда вы отправили товар или оказали услугу, и период возврата закончился То есть когда, уже даже вернуть нельзя А когда клиент считается вашим, важно еще в продаже, да, если вы продаете что-то Важно еще закрепить за собой клиента, вот то, о чем я говорила, да, когда клиент становится Не выполнена услуга, еще когда период возврата, обмена, там разного рода претензий Ну, исключая там браки какие-то, да, когда закончился Тогда только вы можете сказать, я все сделал, не когда услуга оказана Потому что услуга может быть оказана, и еще три месяца есть на обнаружение каких-то недостатков То есть вы еще обязаны деньги, вы еще не можете даже тратить, ну, забирать себе, там, я не знаю Вы не можете, потому что, возможно, вам придется эти деньги вернуть Когда товар получен покупателем, нет, когда клиент получил то, что хотел, нет, нет Когда у вас закончились обязательства Когда не просто вы отдали, а когда, да, когда назад пути нет, да, да, именно так Поэтому никогда не выдыхаем, и вот это ужасно, когда, знаете, особенно в инфобизнесе Это часто вот это, как это сказать, нарушение я вижу, да, когда деньги получает блогер, там, ну, или инфобизнесмен И уже деньги начинает, там, не знаю, на Мальдиву уехал колечко, купил сердечко, там, вот это вот все накупил себе А услуга еще не выполнена, а потом услуга То есть он продавал так, старался продавать, и забыл стараться отдавать хороший продукт, сделать хороший продукт И люди говорят, слушай, Василий, я не хочу это все, верни мне деньги А денег нет, колечко, сердечко, Мальдивы, сумочка, вот это вот все уже куплено Ну, что ты там вернешь, да, хорошего, ребята, дать вам нечего Поэтому, особенно в инфо, деньги вы можете потратить, скажем так, присвоить, да, приходу Только тогда, когда уже человек не может сказать, а сейчас верните мне за вашу вот эту прекрасную штуку деньги Поэтому нужен хороший юрист, поэтому нужен хороший, это очень важно Погнали дальше Когда клиент считается нашим? Когда клиент считается нашим? Когда, как вы считаете, клиент считается нашим? Он попал в нашу клиентскую базу То есть когда клиент считается нашим? Я думаю, что опять, как всегда, Инстаграм будет самая активная Очень рада, что активность в Инстаграме, скажем так, возвращается, да, что люди, ну, возвращаются в Инсту Потому что все-таки Инста самая активненькая Да, при том, что я безумно полюбила Телеграм, я безумно полюбила Телеграм Я с большим любопытством осваиваю ВКонтакт, да, но все-таки Инста самая активненькая Самая, простите меня, пожалуйста Я знаю, что не все хотят там быть, ну, поэтому мы присутствуем везде Когда пришел повторно, браво, браво Клиент считается нашим не тогда, когда он заплатил Не тогда, когда его контакт поступил, да, когда он вернулся Так вот, важно, и это делает, да, вот это возвращение клиента, удержание Понятно, что мы делаем при помощи маркетинга Поэтому всегда маркетинг пересекается с продажами Всегда маркетинг – это не продажи, и продажи – это не маркетинг Это два процесса большущих разделов в бизнесе, которые всегда – это как правая и левая рука Можно с одной, да, но все-таки две, и они друг другу постоянно что-то там помогают, да Придерживают, колечки снимают, надевают Вот, поэтому при помощи техник продаж мы клиента возвращаем Мы к нему заходим еще раз Мы ему помогаем оставаться с нами Мы под него готовим нашу продуктовую линейку Никогда не надо, нельзя гнаться только за новыми Те, кто один раз к вам пришел, если вы правильно с ними работаете Они работают с вами в долгую Работают с вами, имеется в виду, не обязательно они покупают Кстати, кстати, у меня много подписчиков вот здесь Среди, кстати, подписчиков на инстаграме Много людей, которые никогда ничего не покупали, но привели уже просто какую-то нереальную кучу людей И в академию на личную консультацию, да, на формирование отдела продаж и так далее Вот, поэтому с клиентом надо работать правильно Не как кажется, не как другие там, я не знаю Не как другие работают, и тебе вроде бы нравится Нужно еще учитывать психотип клиента Нужно учитывать состояние клиента в моменте Нужно подстраиваться под диалог Нужно много-много чего нужно уметь В субботу и воскресенье будем еще раз разбирать Да, будем уже практиковать наши продажи Вот, таким образом вы выстраиваете Таким образом вы работаете с клиентом Но я не сказала еще два важных Два, 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 два важнейших этапа Этап нулевой, да, это мое личное Да, это то, что я внесла в продажи И этап постпродажное сопровождение Не обслуживание сервисное ни в коем случае А именно сопровождение клиента Работа с клиентом после продаж Никогда не бросаем своих клиентов Людей, которые однажды принесли деньги Или хотели у вас что-то купить Никогда не бросаем Продолжаем работать У меня в компании Благодаря этим инструментам Благодаря таким методам работы У нас выручка каждый месяц плюс 50% Плюс 50% просто потому, что мы используем Это я расскажу уже на следующем эфире Потому что время подходит к концу Вы платите менеджерам своим за постоянного клиента Который приобрел еще один продукт А почему нет? А чем постоянный клиент отличается от нового клиента? Чем постоянный клиент отличается от нового? У моих менеджеров есть план на работу Работу с новыми клиентами План? Самое сложное, самое простое, если все правильно И самое сложное, если ничего не выстроено Это продавать повторно И продажа повторно, она не менее сложная И не менее, скажем так, напряжная для всего бизнеса Чем первая продажа В какое время будет эфир? Я пока не знаю Я пока не знаю Сегодня только четверг Я ввела эфир в марафоне Заодно вышла к вам Потому что я понимаю, что в марафоне диалога нету И, наверное, я не умею его смотреть Вот, я объявлю в Телеграме Везде, во всех каналах Я расскажу Это будет либо суббота Там середина дня, скорее всего Либо воскресенье утро Пока еще не знаю точно Какой там еще вопрос был у вас? Плачу ли я? Плачу ли я? Я всем за все плачу Всем за все плачу Всегда Людям надо платить Если вы не будете платить людям Люди перестанут у вас и с вами, и на вас работать Если люди не будут на вас работать То вы не будете развиваться Поэтому экономить Скажем так Не платить в целях экономии Типа я тебе не заплачу За то сэкономлю Это полная ересь Сотрудник Потеря сотрудника не стоит его зарплаты Каким бы дорогим он не был Каким бы он не был Потеря сотрудника Хорошего сотрудника Хорошего сотрудника Мы сами коммерсы себе делаем Создаем Не стоит его зарплаты Сотрудника выучить Найти, выучить Адаптировать под себя Под него адаптироваться пройти с ним огонь, воду и медная труба всегда стоит дороже ну что телеграм, подписывайтесь на мой канал на ProBusinessStruz на инсту можно меня найти по поисковому Юля Трус, Трус Юля в Вконтакте можно меня также найти в ютубе приходите скидывайте ваши переписки зачеркивайте затирайте ваши личные данные потому что я их буду подсвечивать если не хотите, чтобы кто-то видел если не хотите, чтобы кто-то понимал какая ниша, тоже закрывайте потому что в принципе продажи, не важно что продавать продавать надо по определенным правилам и они достаточно простые сохраните эфир, пожалуйста, я постараюсь я не знаю, как это делается в телеграме я буду вам говорить до свидания спасибо, вас было немного но вижу, что люди отсидели от начала до конца, это приятно надеюсь, что вам было полезно если появились какие-то вопросы, пишите ваши вопросы я на них обязательно отвечу, окей спасибо организатору этого марафона я не знаю, как отсюда выйти наверное, вот так сейчас я закрою телегу выключить микрофон сначала и дальше что здесь делают и дальше выйти так, тележку я закрыла инста, есть еще какие-то вопросы если есть вопросы, давайте я на них отвечу и у нас есть еще 10 минут и побегу присылайте ваши переписки я их буду разбирать ну, опять же, пока еще не знаю пока еще не знаю пока еще не знаю не могу прям сейчас смотреть хотя я могу их смотреть но уже раз мы пообещали да, потому что кто-то такой сидел и говорит кто-то сидел и говорит ну, блин, вот сейчас рада была вас видеть спасибо большое я разберу ваши переписки здесь уже 60 комментариев переписок немного на самом деле но там будет что рассказать расскажу про нулевой этап про последний этап большие здесь какие-то рекомендации я почитаю потом не буду при вас читать, хорошо? так, вопросов нет ну, если вопросов нет расскажите инстаграм расскажите в контакт я вот к вам до вас стало больше расскажите, пожалуйста почему вы ну, если вам не сложно почему вы стали менее активными на прямых эфирах? у меня на прямых эфирах ну, как бы я не буду говорить что там количество людей было сильно больше да, ну, всегда была какая-то просто шквал вопросов бесконечно мы болтали просто взахлеб да, а что сейчас случилось? напишите в двух словах что сейчас случилось? где вот эти все наши посиделки да, когда мы болтали просто в запой запойно расскажите, пожалуйста что произошло с вами или у вас не получается классификация ли да интересно какими вопросами вы классифицируете смотрите тут нужно учитывать всегда нужно учитывать нету каких-то там определенных ну, во-первых, надо получить три ответа да, три ответа то есть классифицируется всегда по трем параметрам но эти три параметра всегда пропустила эфир не успела поактивничать пишите здесь вопросы пишите здесь вопросы если есть какая-то я еще 10 минут с вами пишите вопрос я отвечу или там комментарий какой-то так вот для того, чтобы квалифицировать нужно понимать откуда этот человек пришел и ну, вот наш пример да, например наш внутренний пример у нас есть я не знаю разные лид-магниты постоянно кружатся да, у нас есть ну, допустим прямые эфиры у нас есть сторис у нас есть посты где мы говорим там, зайди в директ напиши вот это и вот этот источник да, в первую очередь источник во вторую очередь да, с чем он пришел что он видел вот в первую очередь надо знать вот это да, откуда человек пришел И только понимая это, можно выстроить вот эту классификацию и понять, скажем, к какой категории скорее подходит этот клиент. Сказать, что у нас есть три вопроса, и вот такими вопросами мы всех никогда, ну вот никогда так не работаем. Именно поэтому скрипты это фигово, потому что скрипты должны еще привязываться тогда к источнику и к тому, а какой это человек, то есть где он видел, я не знаю, рекламу или что он там, соцсети читал, видос смотрел. Скрипты это не то, чем нужно пользоваться, продажи нужно знать для того, чтобы даже когда в мире что-то меняется, сейчас мы продаем совершенно по-другому, сейчас надо продавать совершенно по-другому. Потому что повестка изменилась. И если продавать так же, как мы продавали там условно в начале февраля, это будет плохо, это будет фу, и люди будут отваливаться. Отучилась на КМ, сейчас работаю, настраиваю сквозную аналитику. Это очень круто, это очень круто. Сквозную, это работа, которая никогда не заканчивается, да. У меня, кстати, руководит отделом, сейчас тоже выпускник комплексного маркетинга. Я бы хотела простой эфир с болталкой, очень скучаю по ним. Так давайте болтать, давайте сейчас и поболтаем. Почему бы и нет? Можно сюда сбросить переписку для разбора. Вы в прямой эфир не можете сбросить, потому что это невозможно технически. Здесь ничего не прикрепится, не прикрепляется. Если вы хотите, чтобы я разобрала вашу переписку или помогла закрыть сделку, которая там подвисла, или рассказала, в чем была ошибка, да, или помогла разобраться, прав был менеджер, не прав, кто прав, да, кто виноват, кого казнить, кого помиловать, заходите в мой телеграм, его легко найти, про бизнес с трус, с трус, ну, трус это моя фамилия, да, про бизнес с трус, либо в шапке моего аккаунта вы полистаете ссылочку, там найдете, туда прикрепляйте, да, в телеграм прикрепляйте, я потом сделаю бота, попросила сегодня мою команду, чтобы сделали мне бота, прикрепляйте туда, и я разберу. Здесь в инсте нет, я не буду разбирать, даже если вы в личку пришлете, не буду разбирать, потому что так неудобненько. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, B2B входящие заявку, вышлите прайс, тоже квалифицируем по срочности, готовности платить и факту потребности. Конечно, если вы будете просто бездумно рассылать прайсы, не задавая вопросов, то есть когда у вас просят, пришлите прайс, тоже надо понимать, да, а вы какая компания, да, вы, ну, вы какая компания вообще, но в целом чаще всего нужно задать вопрос, кто ты, чем ты занимаешься, где ты, да, ты работаешь, не работаешь, наобезнал, вот все важные для вас вопросы, для того, чтобы понимать потом в первую очередь, он вам подходит или не подходит, потому что он же к вам пришел, да, он вам подходит, не подходит, и с чем к нему в следующий раз заходить, понимаете, поэтому не надо отдавать, просто скидывать прайс, если все, вы потеряли тут, то есть человек, это может быть кто угодно, да, тут еще этап квалификации позволяет же понять, да, кто это, если это конкурент, то, ну, пришлите другой прайс, пришлите прайс, что у вас все очень дорого, и пускай они радуются, что у них прекрасные цены, а у вас какие-то дурацкие завышенные цены, и ничего не меняют, ведь этап квалификации позволяет еще выявить, выявить конкурентов, зевак, дураков, не знаю, там, маньяков разных, и зачем вам, тому же конкуренту, сливать информацию, ну, понятно, что когда надо, он найдет, но пускай он побудет там, вот в этой приятной иллюзии, что у них цены лучше, извините, ВГ от начала шел этот эфир, да, от начала шел этот эфир, много-много сердечек, 77 человек в эфире, это очень мало для УН, думаю, что люди меньше стали заходить в инстаграм, конечно, конечно, при том, что очень интересно, я заметила, что упали, у всех уже упали сейчас охваты, ну, потому что люди отвалились, да, многие, у меня сейчас делают опросы, люди говорят, ну, я и все, как только сказали вот это, как только там стала вот эта фигня происходить, я тут же заблокировала, заблокировала и больше не хожу, и вот эту я, ну, скачивать эту всю фигню не буду, много таких людей, но очень интересно, что у меня в сторис охваты увеличились, а охваты постов упали, ну, в соответствии с отвалом аудитории, это очень интересно, это настолько прямо, я говорю, а что произошло, то есть остались только те, кто залипал на стойках, получается, да, то есть, ну, потому что стойки – это вот этот, ну, наркотик, да, это такая легкая зависимость, то есть, остались те, кто сидел на стойках, то есть, стойки – это вот формат, который держит аудиторию, я такие выводы делаю, это пока только моя гипотеза, все еще ее проверяем. 77, ну, да, это мало, да, 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 ну, и 77, и 98, и 100 человек – это люди, которых я, люди, которых я люблю. Добрый вечер, какая вы красивая, спасибо, очень приятно. 77, сейчас смотрят только сторис, пишет Анна во Вконтакте. Ну, вот тоже нельзя сказать, люди, сказать, что только сторис тоже вот нельзя, ну, тоже, если судить, если бы я судила по себе, то сторис я сейчас смотрю гораздо чаще, чем ленту, естественно. 78, неприятно знать, что ты в частном доме живешь, и что увлеклась садоводством. Рада так, потому что тоже себе хочу. Ой, садоводство, это такая интересная история, значит, садоводство. Я сегодня вечером, ну, меня спросили, как прошел твой день, и я говорю, очень круто прошел мой день. Я сегодня полдня ходила в саду у себя, да, мы тут как бы двигаем, мы освобождаем одно место, подстройку. Я покупала дом, чтобы не строить, и я строю дом. Я занялась, короче, зодчеством. Оказывается, это какая-то штука, от которой нельзя удержаться, при том, что я крайне занятой человек, у меня очень много разных интересов. Но вот, я занялась вот этим всем. И я таскалась, я вот, понимаешь, я уехала в этот Империал Гарден, я накупила кучу цветов, я высадила своими руками, ну, пока в горшке только. А еще думаю, я там вот это, вот здесь, здесь мы сделаем веранду, здесь у меня будут огоньки, здесь мы раздолбаем нафиг весь этот бетон. И я не то, что там выращиваю огурцы, хотя это, я думаю, не за горами. Я поняла, и я говорю, очень кайфово прошел день, и я думаю, почему мне кайфово прошел день? Я занималась только тем, что мне в кайф. У меня была утром планерка, и я это люблю. У меня потом был созвон с интересными людьми, я это люблю. Потом я занималась садом, потом я читала, я пишу сейчас новую программу. Я одну писала, я ее отменила, не будет. Я писала программу «Деньги», денег не будет, не будет никаких денег у меня, не вижу, я не хочу. Не хочу, мне стало скучно на эту тему говорить. Вот, пишу совершенно другую программу, и я говорю, у меня такой классный день, и плюс еще в саду, оказывается, я люблю вот это все. При том, что я была уверена, что я же так, я же провинция, провинциалка, провинциалы вот это все не любят. Вы такие, нет, 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 только не грядки, только не картошку, да. Блин, только бы не начаться с картошкой у себя на участке. Вот. И оказывается, я это люблю. И я сегодня такая, вот эту клубнику мы еще купим, и еще вот эту вот малину мы тоже обязательно прикупим. Я прихожу и говорю брату, говорю, малина, он ржет, говорит, говорит, малине люди радуются только вот два раза в жизни. Говорю, в смысле, говорит, первый раз, когда посадили, и второй раз, когда ее выкорчевали. Я говорю, я хочу порадоваться малинке, своей малинке. И вот это все мы ржем, и он на меня смотрит, говорит, малая, ты больная, малая, ты больная. Говорю, да, 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 я заболела вот этим всем. Это кайфово, оказывается, это кайфово. Когда-то я думала, мама мне говорила, что вот когда повзрослеешь, ты поймешь, что это кайф. И вот я сейчас думаю, наверное, я повзрослела, я не хотела повзрослеть в сад, да, но это кайф. Это красиво, это тупо красиво, это очень красиво, еще когда ты делаешь красиво. А еще я сегодня, да, записала сториз у мужчины, если у кого-то есть сад, дарите вот это вот все, потому что это жутко дорого, это жутко красиво. Да, там, ну, условно, хорошая елочка стоит тысячу долларов. Хорошая елочка, взросленькая такая елочка стоит тысячу долларов. Ну, как бы, хорошая елочка, достойный подарок, да. Вот, и я говорю, девочкам еще хотела записать, да. Если у вашего мужчины есть дом, да, дом, я не знаю, там, или ты думаешь, что он там, там, богат, там, вот это вот все. Блин, посмотри на его участок, да, а что у него на участке. Если у него просто там газон, сорняк и, я не знаю, камень, потому что он там был изначально, да, он, короче, это самое, он не шарит во всем этом. Короче, смотрите, смотрите, если есть во дворе сортовые ели, сосны, пихты, да, цветочки, это все херня. Если есть ели, пихты взрослые, хорошие, ухоженные, холеные, там бабок много, потому что содержать сад стоит охереть как дорого. Вот любовница, я уверена, столько они стоят, сколько стоит, сколько мне обходится сад в год, не считая там вот этих всех наворотов. Это я просто, это я просто ходила. Я иду, смотрю, блин, классная сосна, у меня здесь освободится место, я хочу эту такую сосну, я мечтаю о ней, я мечтаю, блин, о сосне. Я дожилась, я мечтаю о сосне. Мне сегодня написали, тебе подарить пихту, и думаю, блядь, что в моей жизни пошло не так, если мне говорят тебе подарить пихту. Понятно, что я записала сториз, ну и вообще насчет сосны. Я подхожу к этой сосне и так тяну этот ценник себе 2 миллиона 200, а, 2 миллиона 400. 2 миллиона 400 стоит эта сосна, плюс ее, ну, привезут и посадят, да, ее уж, ну, надо еще посадить, это же херня с манипулятором такая огромная должна происходить. Высадка плюс 30% от стоимости, и я думаю, нахер мне тачка, я не хочу никакую тачку, я хочу сосну, мне нужна сосна, да, вот, вот, в общем-то, вот так вот. Что эти тачки? Ну, тачка, вон, блин, на вторичном рынке, пойди, возьми, да. Сумка, ну, не все умеют, как бы, определять вообще, что там, левак говняцкий какой-то там, или еще что-то, да, вот, ну, бриллианты тоже, ну, чтобы бриллианты, надо какой-то там ювелир, чтобы тебе, чтобы не говно там подсула, простите меня за много слова говно, вот. Вот, а вот сосна, да, там не надуришь, хорошая сортовая сосна стоит 3 мульта суммарно, да, обойдется, да, чтобы она у тебя вот-вот, и она у тебя, ты выходишь, и у тебя сосна от, не знаю, Василия. Вот, ржут, люди ржут. Курс про садоводчество сомневаюсь, что я прям курс такой, прям сильно сомневаюсь, у меня же садовник все это делает, я вот это вот хожу, тут говорю, вот здесь у нас должна быть липа, да, а здесь мы эту ель мы пересаживаем вон туда, здесь, пожалуйста, отсыпьте мне вот этими белыми-белыми камешками, хочу, и хочу такие светильники, у меня светильники такие на палках, знаете, такие, как светоэнэмбрэм, накопительные вот эти светильники, только они, ну, с лампочкой, с электричеством, вот эти палки, они не дешевые, они достаточно дорогие, ну, это какая-то херня, я говорю, они такие, и вот это вот все, короче, люди, я настолько далека от всего этого, не покупайте дом, вот не покупайте дом, если хочется держать деньги в руках, да, просто бесконечно, если кажется, что там мы хотим там тусить, не покупайте дом, потому что дом, дело не в том, что там что-то отвалилось, там надо вот это вот косить, это все делают люди за деньги, это делают, это все фигня, но ты постоянно видишь, что здесь можно что-то улучшить, что-то докрутить, докружить, да, сделать еще симпатичнее, и вот это вот, и я сижу на террасе, отставить мизинчик, паюкофа, паюкофа, и думаю, боже, какая красота, ну, это вот все я, и брат, а, вот что-то, короче, там что-то было, это с технической вот фигней, и он такой говорит, ну, вот, видишь, в квартире этого всего нет, я говорю, ну, как бы, да, там, как бы дверь квартиры закрыл, да, это уже там дальше не твои проблемы, и думаю, ну, я так не хочу, я уже так не хочу, вот, в следующем году у меня будут тюльпаны, тюльпаны, пиоды, мы закончим со строительством, два, один объект мы достраиваем, еще два нам надо достроить, дай бог сил и материалов в стране, вот, и в следующем году будут тюльпаны, садоводство, курс по садоводству нет, ну, бы что, я не настолько, ну, как бы, я нет, я не настолько, но, оказывается, я очень много знаю, потому что мой садовник не все знает, что знаю я, оказывается, жизнь в Беларуси, она, вот, меня подготовила к этому вот всему. Аудитория разбрелась по седям, нигде в итоге не сконцентрировалась, Надя, аудитория не может сконцентрироваться где-то в одном месте, это невозможно, да, потому что люди были в Инсте, им было здесь удобно, тепленько, да, и я, моя основная площадка, я люблю Инстаграм, я, ну, как-то так сложилась в моей жизни, когда люди решили, что они или, ну, больше не смогли быть в Инсте, они не могут такие, и мы все в контакт, или и мы все в тележку, конечно, кому-то удобнее один формат, кому-то удобнее другой, кто-то все еще присматривается, еще все не может понять, так, а где, если не в Инстаграме, поэтому рассчитывать, что все люди, или там 90% отвалятся куда-то в одном, это, ну, это нереально, и нельзя быть представленным в одной соцсети, я это говорю уже в течение трех лет, ну, нельзя, ну, потому что в любой момент могут обрубить, вот в любой момент, и нельзя иметь, если у вас один бизнес несколько лет, вы обязаны открывать еще что-то, а потом еще что-то, а потом еще и еще, и еще, ну, нельзя, вот, ну, потому что, ну, это все риски, это все риски, с которыми нужно превентивно работать, вот, так, 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 что-то у меня тут не получается, сейчас бы субботний эфирчик за кофеем на свободную тему, вот, ностальгия, я сейчас по субботам по утрам, по субботам по утрам я сейчас, у меня йога, вот, а эфир мне удобнее всего везти в 10, в 11, я уже не хочу везти, ну, у меня уже после йоги, я уже не хочу, я что-то придумаю, но пока я занимаюсь йогой, я получила тоже, я сколько я с нового года занялась йогой, оказывается, это офигеть какой кайф, ну, а я вообще люблю таскать железо, да, я не хочу больше железа, я кайфую от йоги, вот, у меня инструктор, не у меня, а у нас, да, я на компанию, я, мы, Майер, Майер оплачивает тренера нам, и мы всей компанией, ну, кто хочет, кто может, мы занимаемся по субботам по утрам, это очень круто, правда, это очень круто, и здесь мы и девчонок, вот это вот с гульками здесь все такие, в лосиках, там где-то собачка бегает, расскажите про йогу, что рассказать про йогу, все расскажу, спрашивайте, что про йогу, Йоэн, можно хотя бы в общих чертах охарактеризовать произошедшие изменения с февраля, я отучилась в октябре, что же теперь, хоть заново идти учиться, где вы, на какой программе учились, скажите, на какой программе учились, и я вам скажу, да, где освежить и где спросить, если это надо, напишите, где учились, потому что заходишь один раз в день, сторис удобнее смотреть, чем все посты, из-за VPN люди говорят, неудобно включать, отключать, да, спасибо за эфир, который вы ведете везде, во ВКонтакте, тем временем больше 30 людей, у меня впервые ВКонтакте больше 30 людей, классная футболка, да, это Яна Бесфамильная, я так делаю, у меня всегда высоченные цены для конкурентов, прошла ДП, стартап, ШМПП, сейчас СММ будет, СММ классная, классная программа, стартап, ШМПП, ну все, вы коммерс, да, вы коммерс, дает ли йога столько энергии, какой результат от нее, там же разные практики есть, там же разные практики в йоге есть, мы прорабатываем, видно, наш инструктор понял, что мы такие люди, это мы же все компьютерные люди, да, и мы вот эту часть, то есть позвоночник, ну мы много чего там, разные штуки, но у нас не столько дыхательное, сколько вот эти там странные вот эти там растяжки, сложные какие-то штуки, я, я занимаюсь, я, ну я физически подготовленный человек, но оказалось, что нет, йога, я иногда говорю, я не смогу это сделать, ну это твою, я говорю, нифига себе, я так могу, это очень интересно, йога не энергию дает, йога что-то другое дает, я не могу сказать, йогу надо попробовать, причем если вы пойдете один раз куда-то, скажете полная фигня, пробуйте еще одну, еще одну, еще одну, еще одну, вот, я часто переслушаю ваши эфиры, ставлю их фоном, когда гуляю или делаю какие-то дела, благодаря вам я вдохновилась на создание своего бизнеса, ушла с работы, сейчас потихоньку его строю, это очень круто, правда, это очень круто, только одного вдохновения недостаточно, я знаю, что это такое, точно так же вдохновляюсь некоторыми людьми, и это, ну в разные периоды моей жизни, разные люди, поэтому когда вы там скажете, я больше не могу Юлю слушать, это нормально, уходите, слушайте кого-то другого, вам надо в этом моменте что-то другого, потом вернетесь, когда поймете, это такая вот история про погулять, не останавливайтесь только на вдохновении, этого мало, чтобы делать свой бизнес, мало вдохновения, и просто делать тоже мало, важно знать, как делать, вы прошли уже много чего, да, ну пожалуйста, думайте как, да, ищите ответы на эти вопросы, действуйте, анализируйте, снимайте, сравнивайте, и одного вдохновения вообще не очень прошу, хорошо? Потому что это хорошо зарядиться, что-то сделать, но вдохновение быстро пропадает, и это нормально, тут как бы грустить не надо, а надо уметь и без вдохновения продолжать, вот это самое сложное и самое важное, продолжать без вдохновения, без кайфа тоже надо продолжать, кайф вернется, бывают такие периоды, так, сердежки тут, сердежки, сердежки, Юэн, вы большая молодец, очень вовремя приобрели дом, да, 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 я согласна, свой сад плюс картошка, картошка, огурцы и клубника очень актуальны сейчас, сад, у меня сад не в смысле яблоневый, там черешня, у меня нет вообще ни одного плодового дерева, вру, у меня есть лесной орех, у меня есть боярышник, у меня есть калина и черная рябина, это все, что у меня, ну сад это в смысле мои, мои деревья и кусты, вот это вся красота, сад это не в смысле там, что я выращиваю там смородину, малину брат не дал купить, сказал, я ее не буду сажать, сказал, ты болеешь, подождем, когда все это пройдет, так, ржали вы, что-то вам было смешно, это очень хорошо, о да-да-да, я теперь это поняла, когда выбирать стали, мечтаю о сосне, я мечтаю о квартире по цене вашей сосны, ну, значит будет, значит будет, ваша липа шикарная, да, и мы ее сегодня еще раз пересадили, белые камушки, красиво, да, белые камушки, это красиво, какая тема эфира была, баньку, нет, не строю баньку, я, нет, не хочу баньку, вот такую зону для почилить, пить пивко, как он говорит, пивко, я говорю, да, на чиле, вот, мне нужна такая зона. Йоэн, какая сейчас онлайн-профессия в топе, по вашему мнению? Нет, никакой онлайн-профессии, нет, никакой онлайн-профессии, которая сейчас вот именно в топе. Профессии, которые можно перевести в онлайн, ну, вот, вы для чего это спрашиваете? Чтобы, типа, получить эту профессию и, типа, гарантированно трудоустроиться? Нет, ни одной такой профессии, которую вы получите, обучитесь, даже у меня в академии, да, я могла бы сейчас говорить, у меня все только топовые и востребованные. У кого-то востребованные, у кого-то невостребованные. Тут, понимаете, что вы готовы делать, вот это очень, что вы готовы, согласитесь, делать? Не надо, там, я люблю петь песни, да, и буду петь онлайн. Что вы готовы делать за деньги? Что вы готовы изучить, потратить на это силы, время, мозги, да, не посидеть в соцсетях, там, не поэфирить, а вот это изучить, прямо изучить, напрячься. В чем вы готовы долго развиваться? Развиваться, потому что онлайн – это не то, где ты научился и такой сидишь там понакатанный, да. Каждый месяц что-то меняется, каждую неделю может меняться. Вот, поэтому идите туда, что вам наиболее, что вам наиболее. Если вам это по душе, если вы готовы это изучить, потратить силы, даже когда трудно, даже когда бесит, даже когда вокруг одни дураки, вы готовы этим заняться, и вам, вы получаете удовольствие от того, что у вас получается, что вы растете, идите туда. Это будет ваша топовая профессия, потому что, можно там сказать, маркетологов стало очень много, да, и они нафиг никому не нужны, потому что ими рынок переполнен. Я очень востребованный специалист, ну, просто я всем отказываю. У меня нет времени, нет сил столько работать, понимаете. И много классных топовых маркетологов, которые вот только начинают, они, у них всё хорошо. Вот, нету никакой профессии, которая сейчас будет, ну, как бы, которая будет каким-то гарантом. Ну, её нету. Если вы, ну, будете таким середняком, то, как бы, никаких гарантий не будет. Поэтому ищите, что вам больше подходит. По субботним скучаете. Изучали ШМПП? Не надо вам ничего проходить. Не надо вам ничего проходить. Если вы проходили школу, вам ничего не надо доучивать. Главное, не работайте по заученным речёвкам. Главное, не работайте по заученным речёвкам. Все, что вам надо для того, чтобы сейчас правильно продавать, у вас есть в конспектах. Если у вас есть еще доступ к курсу, к видеоурокам, возвращайтесь и просто прослушайте фоном и адаптируйте. Посадите на понимание клиента сейчас, что с клиентом. Клиент обстревожен, у клиента есть возражения. Клиент сейчас менее охотно расстается с деньгами. Клиент думает о том, что будет спустя какое-то время. Ему непонятно, что происходит в мире. Он немножко встревожен. Вот и все. Те, кто прошел у меня школу, вы знаете все. Успокойтесь, не надо вам даже нигде проходить. Если вы не хотите расти, как бы в стратегические продажи уходить, то ничем не надо. Если вам надо уходить в другие, в B2B продажи, в длинного цикла продажи, ну, вы знаете, да, у нас есть курс «Стратегические продажи». Так, здорово, что блогеры продолжают. Что вы имеете в виду? Был период огревания, будто теплый мирок. Да, Березаюш, будто теплый мирок Инстаграма разворовали. Нужно было время вернуться, будто в ограбленную квартирку. Марина, такая интересная метафора. Да, мы продолжаем. Срочно нужно персик посадить. По-моему, в Москве не будет расти персик. Юэн, а ШМПП последнего в 2022 году или до осени не будет? Пока не знаю, пока не знаю. Есть такие мысли, есть, ну, я поэтому не говорю, это последнее. Все, последний раз больше никогда возможно. Не могу анонсировать, пока не могу, потому что мы сейчас пересобираем и линейку. Мы планируем получать европейский сертификат и европейскому стандарту соответствовать, чтобы выдавать нашим ученикам международные документы. Те, кто прошел, мы, я думаю, мы будем что-то думать, придумывать, чтобы вы могли его тоже получить, чтобы вы могли прийти, сдать, подтвердиться и получить. Пока не знаю. Это длительный, утомительный процесс, поэтому я пока ничего не знаю. Мы будем видеть. То есть этого, опять же, никто не делал. Даже не каждый вуз это делал. Я знаю, что потом ломанутся все, как бы, ну, пускай. Мы же много чего делаем первые в рынке, поэтому я пока не знаю. Вот что летом мы на это силы будем тратить, это точно всей командой. Я хочу провести эту школу так, чтобы, ну, скажем так, красиво зафинались, а дальше будет видно. Пока, ну, пока неизвестно. Мы экспортируем агрокультуру в Европу. С начала специальной операции все клиенты отказываются покупать. Ответ один нам из России пока ничего не надо и до свидания. Ну, они, во-первых, Юль, они и не могут, может быть, они не хотели бы. Посмотрите, пожалуйста, да, если вы в России, я понимаю, что у вас и логистику надо пересматривать. Посмотрите, пожалуйста, в сторону Востока, в сторону Азии. Посмотрите, есть где сбывать, ну, есть где сбывать. Понятно, что в Европе вам было понятнее, ну, как бы, ну, сейчас вы туда ничего и довезти не сможете, да, особо. Ну, и вас страховать никто не будет, там очень много рисков. Дайте себе два года, да, а через два года, возможно, вы не захотите туда больше вернуться, возвращаться. Так, прошу, МПП ответила. Как давно не была на вашем прямом эфире. Тут так по-домашнему, да, да, да. Юэн, есть еще возможность деткам из АТО изучить информацию, или уже закрыт доступ за окном Бахи. Дочка с открытым ртом вас слушает сегодня. АТО, а что такое АТО, подождите. Напишите мне в личку, хорошо, напишите мне в личку, напишите мне в личку. Мы с вами переписываемся периодически, пишите мне в личку, хорошо, разберемся. А, что у нас еще здесь есть? А то я, ну, вот я ж не в этой вот штуке. Ну, я так догадываюсь, но я помню, давайте не здесь, хорошо. Напишите в личку, все сделаем. Детка слушает с открытым ртом, значит, детке надо что-нибудь более приличное, да. Торгуйте с Азией, Марина говорит, Латинской Америкой и Африкой. Агрокультуры, Африка. Азия, на Азию, ну, Азия, да, да, да. Ну, да. Понятно, что не все, ну, не все можно будет выстроить. Понятно, что не все будет работать, как прежде, но варианты есть, да? Ну, все, вопросов больше нет. Я больше не вижу вопросов никаких. Я посидела с вами дополнительных полчасика. Правда, я очень-очень по вам скучала. Я очень скучала по таким эфирам, когда вы пишете, когда мы болтаем. Это самые кайфовые эфиры. Это лучше, чем просто даже там прийти и разбирать, консультировать, да. Поэтому давайте будем хотя бы раз в дирку встречаться. Да? Давайте. Ставьте плюсик, если будете приходить. Можно ли приступить к программе КМ сразу после оплаты, а после начала потока присоединиться к домашкам, чтобы... Нет, так нельзя. Либо один тариф, либо другой. Мы не можем сами что-нибудь делать, там, кому-то открыть, кому-то закрыть. Ну, либо вы два тарифа должны купить, да. Второй тариф с 50% скидкой будет. Если вы, ну, то есть понимаете, да, если вы можете с менеджером поговорить, но я думаю, что это нецелесообразно. Мы же официалы. Мы не можем кому-то там закрыть, запретить, кого-то там нахер послать. Мы официалы. Мы не можем делать так, как могли бы раньше. Понимаете? Поэтому, ну, либо так, либо так. Плюсики ставят. Придете. Отлично. Скутяли, мои хорошие. Помню первый эфир июля, когда там было по 8-14 человек. Это было так же круто. Вот я, Макс, я не помню, чтобы у меня на эфире было 8-14 человек. Я помню, первый мой эфир у меня было более 40, 46, по-моему, у меня человек на первом эфире было. И всегда вот это, ну, не ниже. То есть ниже никогда не спускалось. 8-14. Не помню. Вот честно, не помню. Макс, я вас тоже помню. Вы там с самого-самого начала. Так приятно. Ради этого можно. Давайте, да, я буду предупреждать, потому что сегодня я вышла без предупреждения. Я буду все-таки предупреждать, потому что кто-то же VPN включает. Я буду в телеге, в ВКонтакте, в Ютубе предупреждать. Ну, хотя бы за полчасика, да. Вот. Все. Очень рада, что мы с вами поболтали. Это было, правда, круто. Я очень-очень люблю наши эфиры, и мне их дико не хватает. Правда, мне их дико не хватает. Понимаем, что у вас куча работы, но очень скучаем по нашим таким душевным. Будем, 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 будем вести. Это раз в недельку будем общаться, да. Не три часа, а так полтора часика. Сохраните. Ну, если он сохранится, я, конечно, уже сохраню. Все, всех обнимаем. И всем пока-пока, да, приходите. Я уже забыла, как тут выходить. Так, завершить. И... Спасибо. Спасибо.